Намаскару, Садгуру. Я Вринда. Итак, мой вопрос о том, как гармонично уделить время образованию или духовности, или, может быть, карьере и духовности. Смотрите, все, что вы собираетесь делать со своим телом, связано со временем. Это требует времени. Вам нужно бежать, идти, или вы хотите сделать то или это. Это требует определенного времени. Деятельность вашего ума также требует времени, но он не настолько порабощен временем. Я имею в виду, что наше чувство времени обусловлено физическим телом. Вам не нужно смотреть на часы, чтобы узнать, который час. Если вы наблюдаете за своим мочевым пузырем, вы знаете, сколько часов вы сидите здесь. Я говорю, что наше чувство времени происходит в основном из-за тела. У нас было чувство времени еще до появления часов, не так ли? Потому что физическое всегда учитывает время. Как долго вы можете здесь сидеть, как долго вы можете ходить, как долго вы можете делать что-то. Все решает время. Время может быть относительно переживаний в разное время. Вы видели, что в то время, когда вы очень радостны, один день, 24 часа, пуф, пролетают как минута. Или, например, когда у вас небольшая депрессия, извините, клиническая депрессия. Тогда один день чувствуется, как целая жизнь. Итак, если кто-то несчастен, вы увидите, что время растягивается. Так что время — это очень относительное переживание, но все же оно непосредственно связано с вашим телом. Если бы у вас не было тела, предположим, у вас его нет. Вы сидите здесь 10 тысяч лет. Какие проблемы? Не так ли? Если говорить о уме, он не настолько порабощен временем, как ваше физическое тело, но у ума также есть время. Но внутри вас есть аспекты, которые не связаны со временем. Итак, эта идея о правильном пути, неправильном пути, все эти вещи в значительной степени относятся к телу, потому что это занимает время, это отнимает жизнь. Если вы просто свернете не туда, то отнимите жизнь. Может быть, вы потеряли полчаса, но вы потеряли не полчаса времени, вы потеряли полчаса жизни, не так ли? Потому что, когда дело доходит до физических вещей, вы должны быть немного осознаннее в выборе, куда повернуть, потому что это отнимает ваше время. Мысленно вы можете сделать любой поворот, какой захотите, потому что это не займет много времени. И когда вы говорите о духовном процессе, он не требует времени, это внутренний аспект, который не связан со временем. Таково ваше образование. Вы учитесь, вы бегаете или работаете. Чтобы быть духовным, времени не требуется. Только небольшое начальное наставление может потребовать время. Потом оно не отнимет время, потому что это не физический аспект.